приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старое самопознание с вами наталья и сегодня по традиции мы посмотрим что происходит с вашим загадным человеком располагайтесь поудобнее настраивайтесь на расклад представляйте своего загаданного человека вариант будет один если вы впервые на моем канале постарайтесь принять максимально удобное положение да и руки-ноги не скрещивайте для того чтобы поток информации шел к вам напрямую итак смотрим подключайте девочки пожалуйста свою интуицию и постарайтесь слышать именно свою информацию смотрим в каких энергиях каком настроении сегодня находится загаданный человек о чем он размышляет о чем думает что сегодня содержит на сердце о чем хлопочет за что переживает и посмотрим конечно же главное событие сегодняшнем дне куда он направляет свою энергию если мысли о вас думает ли вспоминает ли какие эмоции испытывает к вам загаданный человек его планы намерения в отношении вас конкретные действия ближайшую неделю полторы либо те сроки девочки которые вы сами для себя определите и что вам необходимо знать об этом человеке с точки зрения высших сил сегодня и это будет касаться непосредственно вас может быть что-то с ним происходит из-за важно посмотрим и так в каких энергиях каком настроении находится сегодня человек зажат однозначно здесь зажат но его зажатость на самом деле она ему привычно она для него комфортно человек уже не первый раз находится в таком состоянии он довольствуется сегодня всем тем то что имеет ну сколько имеет столько имеет и как говорится слава богу что это у меня есть но такое ощущение что все равно сегодняшнем дне ему необходимо словно отдать свои ресурсы кому-то и и он честно говоря это делает с неохотой давайте посмотрим кому или чему сегодня должен отдать свой ресурс ресурс девочки любой внимание свое время финансовым что-то такое да то есть ресурс может быть абсолютно любым своим как говорится свою силу да терпение может не знаю все что угодно здесь можно кому-то что-то дать ну давайте посмотрим кому кому человек это передает но с большой неохотой кому кому но тут смотрите изображена женщина которая возможно длительный период от этого человека что-то ждет ожидает либо это не конкретно женщина а ситуация в которую реально человек должен вкладываться для того чтобы получить результат если к примеру человек нацелен на какой-то свой личный проект и само по себе разумеющееся необходимо к примеру покупать какие-то новые материалы новое оборудование да потому что здесь идут пентакли я могу как бы больше ориентироваться на материальную составляющую человек то ли вот прям вот ему жалко сейчас покупать что-то такое новенькое дали от своего бизнеса там или чего-то еще то ли здесь человек из того из-за того что у него не хватает определенной суммы может чуть-чуть как бы время растягивать да не сейчас попозже да вот опять таки с неохоты здесь может человек быть в целом разочарован что у него нету такого быстрого результата быстрого результата нет как еще один из вариантов если все-таки касаться его личной жизни человек понимает что с его стороны должна быть инициатива должно быть проявление в сторону той женщины которая его от него действительно что-то долго ждет но человек особо знаете не активничает если даже эта активность и есть но хотя я не могу здесь сказать что прям тут скорость набирает да это будет вообще какая-то малая часть привет как дела ну к примеру да женщина от него может ожидать совершенно другого какого-то подхода другой реакции а он может так суховато зажата знаете как некое такое еще убеждение подтверждение для себя вообще он еще интересен будет для этой женщины или нет она его еще ждет или не ждет да вот что-то такое девочка сегодня у вашего загаданного человека может вот в энергии происходить присутствовать но однозначно человек сегодня что-то зажимает не дам говорит да хотите мне моего общения внимание но не дам что у него в мыслях а мыслях у него конкретно королева королева мечей женщина может быть воздушного знака зодиака либо в целом женщина такая деловитая серьезная статная гордая женщин с этой женщиной как говорится в игры играть бесполезно она сурово это может быть бывший бывшая его супруга или просто та женщина с которого он встречался но у нее уже знаете такой вот к нему расположение стойкое стойко не подпускающие к себе да что то такое и эта женщина она сидит в его мыслях занозой много много он о ней думает много чего размышляет много анализирует возможно действительно как бы для себя там сопоставляет а как она отреагирует на то или иное действие и так далее да если здесь мы не говорим сейчас о конкретном человеке то у него могут быть мысли о бумажных делах бумажных вопросах это договора я не знаю какие-то большие ячейки купли-продажи что-то такое да то есть это все связано с какой-то с юридической стороной вот здесь человек может размышлять об этих вопросах и об этих процессах пример если действительно ему нужно что-то покупать то это будет не просто какая-то покупка а с подтверждением там с отчетами и со всем прочим да то есть у него это будет как бы в сегодняшнем дне на первом месте на первом плане то есть надо а не хочется вот у него все равно вот не хочу я сегодня заниматься вот этими всеми вопросами но ничего не остается как вынужден словно вкладываться во что-то да все таки давайте дополним еще мысли мысли о чем мысли мысли вот здесь все-таки может действительно идти о партнерстве как где как рабочим деловом да но девочки тут еще такой момент человек вроде бы для себя понимает что если опять касаться личной жизни с той женщины которая у него в сегодняшнем там ментале проживает с ней принципе кашу сварить можно принципе с ней перспективы есть она и поддержит она такая надежная и с ней действительно можно взрастить что-то полезное нужно и потом еще как говорится это полезное нужно нужно пустить в реализацию но и в то же время в то же время человек может конечно тут притормаживать не позволяя себе идти вот в эти перспективы с той женщиной а еще раз повторюсь который у него в мыслях здесь все-таки надо не надо получится не получится будет ли сейчас эта женщина все-таки больше под моим наставничеством будет ли она ко мне прислушиваться либо не будет у него есть сомнения по этому поводу будет ли она со мной мягкой допустим как это было ранее потому что королева мечей но как правило мы знакомимся когда с друг с другом да мы далеко не в таких энергиях до мечевых то есть у нас нет еще так сразу как говорится агрессии какое-то некого негодование недовольство и так далее мы мягкие мы влюбленные мы больше будем в энергиях воды и вот у него вот это непонятное смутное размышление будет ли она со мной вот мягкой податливой опять-таки повторюсь будет ли она прислушиваться к моим словам рекомендации по этому поводу у него есть сомнения с одной стороны вроде бы как бы их хотелось бы вот обоюдного партнерством там взаимодействия но тут не решаюсь да не решается здесь человек размышляет думает может кстати здесь и как говорится вспоминать прям вот по былым временам уходить вот в какие-то деньги действительно такие причем яркие воспоминания карта здесь яркая солнце светит как бы небо ясное принципе все было хорошо он реально может вспоминать что он с этой женщины когда-то создавал а создавали они кстати что-то хорошее им большое причем это ним это не мелочь девочки какая-то нет только здесь мужчина мог реально превратить все в мелочь но не буду дальше углубляться то расклад за затянется на длительный период времени что он содержит на на сердце на сердце а здесь у него тоже будет куча эмоций но он от этих эмоций он от гаража отгораживается да он как-то словно защищается не позволяет вот той теплой энергии проникать как-то в его глубину то есть прям заходить на территории его сердечной чакры я больше вот как-то чуть-чуть отстранена хладно хладнокровно у меня есть своя позиция у меня есть как говорится свои окопы и в этих окопах и я сижу но смотрите он там сидит не один девочки он там сидит не один здесь человека в сегодняшний день реально может сдерживать какие-то вот порывы свои эмоциональные давайте еще дополним что он сдерживает все таки уточнить хочется что он сдерживает сдерживает какую-то арьяную активность движение куда-то он себя притормаживает я посижу я подожду у меня есть напарник или напарница да которая в принципе возможно меня как бы и остановит да то есть отговорит чтобы куда-то не ехать куда-то не двигаться либо же здесь наоборот у человека может быть вот хочу рвусь хочу ехать обстоятельства могут ему не позволять да то есть однозначного человека на сердце это дорога это путь это движение это может как в реале быть в реальной жизни поездка куда-то да но если мы смотрим в глубину то его душа она хочет сделать какой-то рывок чуть ли не квантовый скачок здесь все-таки барьер здесь все-таки препятствие здесь кто-то реально может его уговаривать убеждать что нет нет тебе вот этот путь не надо туда не иди и так далее и действительно человека может могут вводить вот какие-то сомнения и он действительно может где-то даже и согласен соглашаться они стоит допустим не начинать и вот этот бизнес они стоит мне покупать сейчас это оборудование да вот там ты прав и и ну и так далее да вот здесь что-то такое может прослеживаться подождем да ну хочется хочется что-то новенькое такое яркое возможно да но опять таки чтобы это новое получить вот туда куда его душа зовет вот папа импульсу да туда нужны реально вложения все-таки нам показали что здесь но не совсем человек еще готов как говорится раскошелиться да или как-то раскрыться и дать или там еще какие-то такие процессы где бы был бы нормальный такой энергообмен с миром да лучше здесь что-то такое происходит зажимается немножко зажимается еще какая-то информация девочки почему-то твой творческий какой-то порыв у него сегодня может быть творческий порыв есть вот понимаете душа она словно ему как вот предвещает что ли он это чувствует понимаете что вот есть у тебя определенный творческий порыв вот ты его сейчас сдерживаешь но рано или поздно тебя все равно накроет и зря ты это делаешь лучше сейчас да как говорится дозированно вот это вот свое творчество выдавать потому что когда тебя накроет там будет очень большой объем энергии и тут человек может не справиться с этим объемом и попадет куда-то да допустим какое-то некачественное исполнение чего-то вот тут вот такое что-то может прослеживаться понимаете и он себя все равно где-то чрезмерно накручивает но опять таки почему накручивает потому что все равно кто-то ему девочки шепчет как говорится на ушко если к примеру здесь идет речь о той женщине которую у него в мыслях да и она же может быть эта женщина у него на сердечной чакре то он может как бы знаете вспоминать что его предупреждали о каком-то его движение там не так все просто будет и он не знаете как бы в этом сегодняшнем дне может как бы убедиться словно понимаете может быть даже не совсем еще убедился но в общем здесь что-то человек предчувствует понимаете и его куда-то прет его куда-то несет а он как бы вроде бы и приостанавливается потому что энергия там тормозная сегодня да он реально может приостанавливаться но вот эта остановка она все равно это временный момент его все равно накроет понимаете то есть там распыление такое ощущение будет еще больше чем вот есть в сегодняшнем дне хорошо давайте посмотрим что о чем он хлопочет о нет все таки здесь человек рвется куда-то прям сильно вот чуть ли не от топота копыт пыль попали летит прям рвется неистово куда-то ему надо но туда куда он хочет да ему нужно условно девчонки было еще вчера либо туда куда он рвется ему очень важно себя сдержать не выдать вот всю ту вот опять не выдать весь свой эмоциональный фон насколько он допустим взбешен насколько он взбудоражен вот что-то такое чтобы не выдать как говорится своего такого импульсивно мега импульсивного состояния но здесь знаете с нотками такого наезда честно говоря туда куда он хочет к примеру да или то что он хочет вот выплеснуть через творческий порыв и главное чтобы не не перегнуть палку вот за вот это вот он будет переживать да хлопочет поэтому все-таки куда это движение когда так человек стремится прям хлоп хлопочет сильно-сильно куда куда четверка жезлов туда где ему было хорошо девочки туда где он чувствовал счастье благополучие наполнение как дома как дома хоть этот дом для него возможно и не такой уж прям основательный потому что здесь все равно домик на дереве стоит там вот ну особо фундамента и нет но как бы основа есть на но он хлипенький этот домик но там так классно там так уютно там так замечательно если к примеру это касается его работы то реально человек вот стремится окунуться допустим в рабочие процессы но опять чтобы там не наломать дров девочки у всех по-разному будет поймите правильно если допустим к примеру в мыслях у него бывшая женщина в мыслях то возможно с этой женщины у него начиналось формирование какого-то быта и ну может быть даже не быта а однозначно формировались вот эти стены свет как говорится дан уют благодать вот это все тогда когда выстраиваются взаимоотношения между мужчиной женщина там принципе всегда там хорошо там классно он хочет реально возможно вернуться туда где было ему вот с той женщиной прекрасно и там была подзарядка он умилялся кстати тем как себя вела эта женщина а женщина была легка рад радушной такой да беззаботной даже в какой-то степени здесь папа сути человек ну кайфовал кайфовал ему 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 было хорошо ему было хорошо если здесь действительно мужчине нужно решить рабочие вопросы и реально покупать какое-то оборудование для того чтобы наверное укрепить девочки либо свой бизнес либо там опять-таки какую-то свою деятельность да чем он занимается может быть просто он там на предприятии работает и без его вложений там как-то ну вот как-то не так да то он реально за это может переживать зато во что человек уже вкладывался в свое время прямо четко будет переживать главное чтобы то ничего нет не слетела потому что это же энергия это энергии человек старался человек душой вкладывался по сути тогда творческие какие-то у него все равно тут идут процессы да возможно тоже имеет место быть какой-то расчет но тем не менее да ну все равно не как бы девочки идет ну как бы от души от души главное события дня давайте посмотрим главное события дня обнуление сегодня происходит у вашего человека обнуляется что это значит давайте посмотрим для него что это значит обновление что значит для него это обновление положительно на это на него влияет либо отрицательно давайте посмотрим обновление положительно здесь человек решается начать что-то с самого начала и в это начало он действительно будут и будет девочки вкладываться открыто эмоционально прилагая максимум усилий используя разговорный жанр также он будет использовать эмпатию то есть умение располагать к себе людей принципе но он такой честно говоря дружелюбный но видите как карты показывает он сейчас девочки скажу по шуту по дураку мы не всегда не всегда показываем свое истинное лицо мы бывает что просто играем нужно нужно и вот роль вот входим в некого такого героя надеваем на натягиваем на себя некое амплуа и стараемся этому соответствовать да и вот он реально переживает не сорваться бы ему и не показать свое истинное лицо такой как он есть на самом деле а на самом деле здесь все равно человек немножко такой противоречивый может быть таким бескомпромиссным спорщиком может быть да вот доказывать что-то упираться да вот жадничать и вот пример вот смотрите если человек в сегодняшнем дне такой добрячок да я я буду по-другому себя вести да я вот сегодня вот такой вот в какой-то степени разгильдяй но я далеко не разгильдяй ну вот как-то вот так девчонки идет это вот опять таки повторюсь вот эта вся его история она не совсем может быть честной даже по отношению к другим людям но ему это выгодно для чего-то это ему выгодно в любом случае если допустим здесь человек все-таки не выпускает из головы конкретную женщину то он может пытаться в сегодняшнем дне наладить контакт с этой женщиной то есть полностью обнулить ситуацию с ней то есть примириться помириться но здесь как примириться как будто ни в чем не бывало ничего как будто бы и не произошло все норма все нормально все по кайфу идем дальше но как то вот так вот может действительно в сегодняшнем дне себя выставлять немножечко таким знаете шутом таким приколистом давайте по-другому скажу приколистом который может анекдоты вот прям травить на налево направо как будто ему знаете все тринь трава на самом деле ему вообще не тринь трава здесь человек озабочен он внутри там у нас сердечно-щакре там проблем куча проблем масса там столько мешков понимаете и здесь их все нужно как бы применить ну то есть какие то вопросы разрешить и как-то избавиться от того эмоционального потока который его накрывает да вот кстати три карты которые мне здесь показывают что у человека движение путь возможно действительно поездка куда-то у него сегодня свершается может быть на отдых и вот как маленький такой ребенок да радуется и слава богу у меня все получается и так далее на отдохнуть как говорится на набраться сил но опять да он играет потому что там у него все равно идут определенные вложения вроде бы как бы я и радуюсь что там отдых или отгул либо отпуск либо еще какая-то поездка куда-то она все-таки свершается случается но дело в том что его все равно такое сейчас девочки слова скажу все равно его будет душить жаба сколько он вложил туда своего там ресурса да денег там времени сколько он ожидал ну и так далее тут много чего может быть но чего-то он реально мог сегодня вот прям получить если тут не прям про отдых и все остальное прочее но в любом случае здесь ему очень важно выглядеть каким-то таким добричком понимаете но это игра это все равно игра здесь человек хочет показаться лучше чем он есть на самом деле если мысли о вас да есть есть и человек на выборе девочки но выбор этот ему сделать очень сложно и он как можно дольше тянет это время и понимать что уже возможно и пора а может быть еще рано а потом не будет ли это поздно мысли есть еще какой он вас представляет сегодняшним днем какая бы в его глазах десятка чаш если девочки если тут опять сейчас пойдет расстроение или раздвоение информации если вы с этим человеком находитесь в многоугольнике то он может вас видеть что вы счастлива других отношениях если тем более вы замужем то вы счастлива там где вы сейчас находитесь либо вы вообще сейчас наполняете саму себя при взаимодействии просто с родными близкими вам людьми он видит вас все равно человеком таким теплым вы тот человек который может быть внимательным заботливым открытая душа у вас вы можете вот прям вовлекаться в жизнь других людей в хорошем смысле этого слова не как-то не вставлять палки в колеса а помогая но здесь больше все равно будут проходить родные близкие либо у девочки может быть у вас прям нету вокруг родных близких мало ли у кого какие ситуации это ваш рабочий коллектив он для вас может быть как семья и вам там хорошо вам там уютно вам там тепло и вам там прекрасно в принципе он видит вас счастливой если же вы смотрите на своего супруга то человек понимает что вы его семья вы тот человек который реально о нем позаботиться побеспокоиться вы пара вы пара вы подходите друг другу мысли хорошие мысли замечательные мысли такие высокие тут целая десятка чаш тут понимаете тут еще плюс ко всему включается душевное состояние здесь не просто вот допустим как пример десятка пентаклей там мы как бы подключаем полностью не подключаем а включая полностью все сферы там и материальное и и быт и ну все остальное там и дети и родители все в кучу здесь да это тоже присутствует но здесь более такой душевный подход да вот вы такая душевная очень душевная и родная вот тут вот все равно вот это вот будет идти слово родная потому что ложится карта влюбленные даже девочки если вы в других отношениях находитесь вы все равно вы все равно для этого человека будете близка по духу вы будете ему в каких-то моментах ну вот подходить соответствовать между вами конечно может быть разница да но что-то такое основное базовое вас объединяет однозначно вот может быть чувство вас объединяет вот давайте посмотрим вот действительно что у него к вам по чувствам по чувствам по чувствам по чувствам чувства здесь девочки они в какой-то степени стабильные вот в сегодняшнем дне да да есть какая-то стабилизация то есть скачков как таковых нет то есть метание такое ощущение вот в мыслях метание есть да вот что-то такое я на выборе стою да а а вот по чувствам здесь нет здесь как словно что-то для него уже осознанно утверждено и это как бы запечатано писанием каким-то понимаете ну чуть ли не в книге Акаши да дополним конечно дополним конечно его чувство в отношении к вам непростой аркан вышел непростой девочки если вы все-таки находитесь там вне так сказать пространство этого человека то он может прям очень сильно чувственно переживать и это уже две опять это прописано понимаете он вас отпусти девочки не может и для него это вся история болезненно у него печаль у него досада у него ощущение потери у него чувствование что все-таки я ее потерял потому что здесь на дне колода девочки еще и башня да то есть однозначно произошло разрушение что-то надломилось в нем самом надломилось девочки и еще раз повторюсь вот этот надлом он у него он у него мог вот прям как-то зафиксироваться и он словно и не туда и не сюда потому что наверху все-таки двойка жезлов да то есть он застрял он не понимает как ему сейчас выруливать из этого состояния ему хочется он возможно даже применяет какие-то инструменты для того чтобы выйти из этого такого трагичного эмоционального состояния связанное с вами переживает человек переживает эмоционально здесь очень сильно переживает переживает девочки но у него возможно есть опять таки вот видите он не знает четко да возможно ли с вами реально еще что-то возобновить восстановить и либо уже все вот ему все-таки человек погружается какие-то прошлые моменты вспоминая о том как вы взаимодействовали как вам было хорошо вместе насколько вы были сплочены какой-то идеей какими-то целями смотрите может быть даже у вас и цели-то по сути были разные допустим у вас своя какая-то цель у него своя цель но там была общность вы поддерживали друг друга помогая тем самым прорастать вот той цели которая была у вас сформирована у каждого своя и возможно ли вот это возобновить вот у него все равно вот такой большой чувственный вопрос вот это вот я когда-то смогу еще прочувствовать ощутить вот вот эту сплоченность либо нет у него здесь девочки вопрос но как бы и хотелось бы вот этот какой-то шажок вперед сделать но здесь очень все серьезно то есть тут принцесса пентакли против старшего аркана ну то есть дворовая карта против старшего аркана но это как песчинка в море условно да то есть не так то просто это все развернуть не так то просто это все поменять еще что у него на сердце в чувственном аспекте по отношению к вам это ожидание когда же вы когда же вы переломите вот этот кризисный момент вот у кого-то еще то есть здесь реально человек словно хотел бы хотел бы чтобы с вашей стороны была как минимум заинтересованность ожидание помоги мне понимаете вот здесь вот идет вот это вот останови вот этот процесс я больше там не могу мне тяжело я все время такое ощущение я каждый день получаю вот этот разряд молнии и она бьет а молния бьет больно и этот процесс словно он как ну как вот стоп-кадр вот стоп-кадр но только там не остановилась картинка да а вот ситуация остановилась и вот эта молния она все время долбит 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 понимаете да о чем я говорю и ему неприятно ему очень неприятно потому что там позади прям огонь вот этот горит там горячо там там реально ему горячо девочки так хорошо его намерение в отношении вас королева жила намерение намерение в отношении вас зажечь вас зажечь заинтриговать вдохновить как он это собирается делать развернуть вас к себе как он это собирается делать как он это собирается делать интересно как он это собирается делать но у него какой-то девочки волевое решение как он это собирается делать какое-то волевое решение Это, знаете, примерно как открывается дверь, на пороге мужчина, он заходит и произносит такую речь, краткая речь. Завтра мы с тобой идём в ЗАГС, ты моя. Вот типа такого, может быть, может быть, девочки. То есть здесь будет приниматься решение, и причём твёрдое решение. Ты моя. Здесь человек всё-таки такой, собственник девочки. И если что-то его, то это вот прям должно быть его на века вечное. Энергия вышла такая. Вот в сегодняшнем дне он прям вот такой настроенный. Завтра, конечно, может быть, эта энергия и поменяется, кто знает, да. Но посыл идёт всё равно на ближайший какой-то период времени. Понимаете? И вот это вот моя. Не дам. Хочу. Я тоже хочу быть счастливым. Но я не думаю, что тот же король мечей, он не хочет быть счастливым. Хоть мы все хотим быть счастливыми. Мы все хотим быть в спокойном состоянии, чтобы нас ничего там внутри не теребило, не раздваивало. Там, чтобы мы были в согласии с самими собой, а не постоянно, как бы, такая внутренняя борьба противоречия. Надо, не надо, буду, не буду и так далее. Нет. Тут прям в намерениях это вот, как говорится, принять решение по поводу вас. Возможно, даже где-то вот прям стукнуть чуть ли не кулаком по столу и сказать, я мужчина. И на том простом основании я буду принимать решение, а ты женщина. У кого-то так, девочки, проиграется. У некоторых может быть и не так. Так, если, к примеру, если, к примеру, вы захотите, вы захотите сама проявиться к этому человеку, а в какой-то степени ему бы хотелось, девочки, чтобы все-таки вы первая проявились, но он вам вообще, он даже мускулом не дрогнет и не покажет, насколько ему будет приятно и насколько он заинтересован в том, что вы к нему проявились. Здесь все-таки железный феликс, да. И человек будет максимально закрыт, максимально сдержан. Вы не прочтете, даже по глазам его не прочтете, что у него происходит внутри. А внутри у него огонь горит по отношению к вам. По-другому я тоже здесь сказать не могу, потому что там внутри ему будет хотеть вас, ему будет хотеться, да, захочет, захочет вас схватить, обнять, прижать, но он может этого не сделать. Или, допустим, вам, если там смс-сообщение какое-то, да, то он захочет вам как-то красноречиво ответить, я хочу тебе, я по тебе соскучился, но он это не будет делать. Он максимально там сдержанно, что хотела. Ну, примерно что-то такое, да. Но приятно ему будет безумно, девочки, если вы проявитесь к нему первым. Но опять-таки это не призыв ни в коем случае, чтобы вы как-то там активничали в его сторону. Но опять-таки нужно понимать, да, что между вами, что происходит. Отталкивайтесь, пожалуйста, от ваших событий, событийных рядов, да. Его конкретные действия по отношению к вам. Его конкретные действия. Сижу, сижу, жду, сижу, жду, в ожидании. Ну, так хочется счастья, так хочется, чтобы вокруг меня все кружились, крутились. Он, конечно, может, девочки, и вас представлять с солнцем, да, и он будет готов вокруг вас крутиться, но мы все-таки давайте посмотрим. Насколько его действия по отношению к вам, вот в те сроки, которые вы загадываете, его действия. Его действия. Вот опять все равно выходят такие, казалось бы, статичные карты, казалось бы, статичные карты, но там наверху все-таки рыцарь мечей, да. Его действия по отношению к вам. Вот знаете, такое ощущение, что здесь человек, человек реально дотянет до самого пика, пика скучаний, пика тоски. И вот когда совсем уже будет вне в моготу, все, у него слетят все барьеры, у него раскроется вот этот вот очень яркий, мощный потенциал, девочки, и он к вам прилетит. Но, скорее всего, не в тот период, который вы загадываете. То ли он из-за своей вредности, да, некой вредности, все-таки захочет помурыжить и себя, и вас. Вы знаете, как испытывает? Испытывает себя на прочность, испытывает вас на прочность. Ну, тут такой человек, такой вот тоже своеобразный, на самом деле. Своеобразный. Посижу поскучать, либо пусть она посидит поскучать. Вот его действия, это заставить вас прям, девочки, ух, как потасковать по нему. Он тоже о себе высокого мнения, это правда. Правда. Если же у вас там совсем, как бы, полностью там разрыв, вы расстались, и, как говорится, не видать и не слыхать, даже намеков нет на проявление этого человека, то есть не пишет, не звонит уже длительный период времени, допустим, да, то здесь его действие – сидеть и накручивать себя до белого коленя. Что вам нужно знать об этом человеке с точки зрения высших сил? Что происходит с ним и за вас? Девочки, он за вами наблюдает. И вот понимаете, он все равно не может вас выпустить из своего пространства, из поля зрения. Что с ним происходит? Сидит, выглядывает. Это, знаете, если у него есть возможность, допустим, где-то вас еще лицезреть, ваши окна дома, там реально бинокль, подзорная труба и слежка. Что с ним происходит? Здесь у человека, давайте по-честному, от него сейчас исходят какие-то нелепые поступки. И это правда. Может быть, какой-то неадекват. Он может даже не обязательно в вашу сторону, да, как-то неадекватно там себя проявлять, либо не проявлять. Неадекватно тоже есть такая штука, что мы не проявляем в себе, это тоже неадекватность. Так вот, он же может еще, вот благодаря тому, что между вами происходит, он может вообще вредничать со всеми теми, кто рядом с ним. Понимаете как? Хотя он хочет показаться лучшей версией себя, но вот эта его каверзность, его вот эта вот какая-то внутренняя истеричность, вот тут вот я по-другому не могу сказать, внутренняя какая-то истеричность, она все равно наружу проявляется. Как бы он там ни старался, как бы он это не завуалировал, бы все через юмор пропустил, да не получается у него это пропускать через юмор. Не получается, девочки? Его вообще уже начинает, вот та ситуация, которая у него произошла с вами, она его бесит. Но он бесится, он может сердиться, ну как беситься на вас, беситься на себя. А еще, что с ним происходит? Что вам нужно знать, да? Что вам необходимо знать об этом человеке? Это будет касаться вас. Это будет касаться вас. А здесь человек, наверное, уже для себя где-то начинает действительно подозревать, что вы от него бежите, как черт отладаном. И у вас уже свое что-то, своя жизнь, свои победы, свои достижения. Ему ничего не остается, как сидеть сейчас, девочки, на самом деле, и прокручивать свою закомплексованность. Понимаете, как? Комплекс. вы в нем как бы открыли, причем, ну не знаю, насколько легко, может быть, легко, даже сами не подозревая этого, вы показали ему, что он, ну чуть-чуть вот, может быть, трусоват, да, то есть, но он не хочет, понимаете, как, он не хочет с этим совсем соглашаться, что он, ну вот такой вот, немножко нерешительный, такой какой-то неактивный, хотя, ой, как хочется ему активности, боже мой, очень хочется. Но вы, возможно, уже от него вот прям реально отстранились. Девочки, если это ваш супруг, если это ваш супруг, ну мало ли, или, ну вы просто там у вас более или менее, все нормально, все хорошо, да? Вот здесь у человека есть ревность сумасшедшая, и она его доводит опять до какого-то неистового состояния. Ему боязно. А вдруг вы переметнетесь в другие отношения? А вдруг вы вообще в нем перестанете видеть того классного, замечательного, яркого мужчину, которым он вам представляет сам? Поэтому здесь действительно человек может творить, какие-то нелепые совершать чудеса. Я не знаю, там на асфальте мелом писать, там все что угодно, понимаете? но это какая-то нелепость. Ему будет казаться, что это норма, но вы только посмеетесь, вот понимаете, вы только ему поулыбаетесь, может быть, не напрямую, но в душе вы точно погогочите, и причем так хорошо погогочите. с мыслью о том, с тобой все в порядке. Либо здесь человек вам может предлагать какие-то предложения, вообще неадекватные. Ну, опять-таки, да? Давай подумаем, давай подумаем, нужны мы друг другу или нет. И посидим, и оба поскучаем. Вот здесь вот что-то такое, вот реально может быть. Посидим, оба поскучаем. И посмотрим, насколько ты по мне соскучишься, и насколько я по тебе соскучусь. Вот типа, знаете, как некая пауза, но тут я не могу сказать даже, что тут пауза-то. Эта пауза может перерасти в реальную точку. Понимаете? То ли здесь человек хочет реально в отношениях с вами какую-то проломить ситуацию, вообще искоренить вот что-то, вот убрать полностью из ваших отношений и начать как-то заново, иначе, по-другому, по-новому. Может быть, вы его раньше, девочки, обесценивали. Я не знаю. Может быть, вы как бы к нему особо не прислушивались. Понимаете? Он мне тут кричит, что в намерениях я хочу тебе показать, что я мужчина. Я не какой-то там слюнтяйчик. Я мужчина. Я буду принимать решения. Может быть, как-то он действительно раньше давал вам сомневаться в том, что он способен быть ответственным. Понимаете как? Я мужчина. И в то же время он может предлагать совершенно какие-то необдуманные вещи, непродуманные вещи. Вот иногда, иногда, вот у людей такого... Сейчас, девочки, скажу. Кто рожден в месяцах, вот где преобладает энергия воздуха, да, эти люди, ну, либо человек, когда заходит в такое состояние, да, то эти люди порой действительно, они сначала скажут, а потом подумают, а что же я сказал? Реально это сейчас уместно или неуместно? Вот у него порывы очень сильные, мощные, и он действительно может не контролировать то, что говорит. Вот, кстати, вот тут очень ярко это проявляется. И потом на это же может сам и злиться, и беситься, и нервничать, и негодовать, и всё остальное прочее. То есть, ну, вот здесь какой-то такой замес между вами может происходить, да. Я хочу показать, что я мужчина, но на самом деле по поступкам это будет совсем обратная история. Давай посидим, поскучаем, да. Давай мы ещё с тобой подумаем, да, а надо ли, а вообще возможно ли что-то. Надо определиться. Ой, надо подумать. Взять ли этот шанс или не взять, да. А не пожалеем ли мы потом? Да, вроде бы классно, вроде бы всё хорошо, но я... Сейчас я скажу такую фразу, но он подействует. Я не хочу себя чувствовать оленем. Ну, тут реально олень нарисован. Если, допустим, он там делает какое-то телодвижение в вашу сторону и получает от вас только улыбку, причём такую немножко наглобатую, да, то всё, он реально почувствует себя оленем. Ему этого не надо, он этого не хочет, понимаете. Тоже прекрасная колода, на самом деле, колесо года. Она где-то вот прям с юморком, но где-то очень серьёзно, прям очень серьёзно. Самое, что интересно, у него внутри прям печаль печальная, и он продолжает вот в это же погружаться. Вот представляете, что творит человек? И тянет ещё за собой вас. Ну, давай ты тоже там побудь примерно в моей шкуре. Тоже там посиди, поскучай, там подумай, попереживай. Ну, здесь какая-то интересная тоже между вами может быть ситуация. Но опять-таки повторюсь, если здесь вы, девочки, уже расстались, и как бы это, ну, ваш бывший партнёр, ну, здесь человек будет сопельки на кулак наматывать и завидовать. Вот здесь вот чёткая зависть. Девочки, реально он завидует вам, что у вас всё прекрасно, всё хорошо. И вы не захотите больше с этим человеком взаимодействовать, потому что, ну, вы не захотите вот этого какого-то тремора, который был когда-то у вас. А мысли у него, видите, как? А может, я её люблю? То есть вспоминает и думает, да-да. А может, я её всё-таки люблю? Может быть, она моя пара? Ну, вот так вот, девочки, сегодня карту показали. Пишите в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. Благодарю, что вы со мной. Благодарю вас за вашу поддержку. Желаю всем здравствия, активности. Позитива. И всегда быть в статусе победительницы. Всего доброго. До новых видео.